Человеческая жизнь Каждому из нас свыше на определенный срок. У каждого жизненный путь свой, с неповторимыми этапами и земными коллизиями, приводящими любого человека к логическому финалу. Древние мудрецы говорили, что большой порог детства и юности, упрямства приводит иногда в зрелые годы к большому достоинству – стойкости. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Помнят знаменитый фильм середины 50-х годов о юном барабанщике, снятый по повести Аркадия Гайдара. Геройский поступок советского мальчугана предотвратил происки иностранных шпионов и прославил его на всю страну. После кинопроката сотни ребят взяли в руки пионерские горны и барабаны. В те времена ни одна пионерская линейка, проходящая в школе или летнем лагере, не обходилась без призывно торжественных звуков этих популярных и доступных инструментов. Харису Идрисовичу Обясову, как и многим другим мальчишкам послевоенного поколения, тоже посчастливилось приобщиться к первому в жизни инструменту – барабану в пионерском лагере. Это был типичный советский летний лагерь, который носил имя красного командира Семена Буденного. Туда маленький Харис и был послан мамой для поправки здоровья и отдыха на природе. В те далекие годы сложились тяжелые времена для семьи Обясова. В 43 года от ран и контузий умер отец, оставив жену с четырьмя малыми детьми. В ту пору мне было всего 8 лет. Мама тянула лямку, одна за двоих, а дети, совершенно не зная жизни, воспринимали мамин героизм как должное. Имея образование четыре класса церковной школы, она великолепно владела латинским и арабским языками, читала Коран, обладала природной интуицией, воображением. Повзрослев, мы, дети, стали понимать, насколько мать, простая татарская женщина, была мудрой и стойкой. Когда сыновья пытались осуждающе говорить о каком-то человеке, она коротко произносила. «Поглядите на поле, там растет разная трава» и умолкала. Харис был человеком дела. То есть он, как говорится, ставил определенные задачи, и он их выполнял. Исключительная порядочность — это умение, наверное, достигать вот тех поставленных каких-то целей и задач последовательно. Есть некоторые, которые дают какие-то лозунги, что вот это надо сделать, это надо сделать, вот другое надо. А на самом деле, ну, дальше разговоров дело не идет. Первое серьезное прикосновение к музыке и ударным инструментам для Хариса Абясова произошло в самодеятельном духовом оркестре Ярославского дворца культуры моторостроителей. А далее его желание воплощалось везде. Советская армия, Костромское, Ярославское музыкальное училище и Саратовское консерватория. Ну, надо сказать, что с Ярославлем связывают очень-очень долгие годы работы с разными замечательными музыкантами этого города. И, конечно, Харис Абясов без спорта относится к таким музыкантам. Дело в том, что Харис — универсальный музыкант. С Комарошина, в который он играл, это были 70-80-90-е годы. Блистательный коллектив, и Харис был душой этого коллектива. И так как он играл на народных ударных инструментах, казалось бы, вот симфонический ударник, то есть ударник с таким академическим образованием, это было блестяще просто. Талант — это хорошо, но сначала его надо открыть в себе, а затем упорно взращивать, прибегая к помощи учителей и наставников. А далее необходим долгий многолетний труд и непременное желание быть профессионалом своего дела. В минувшем веке ансамбль русских народных инструментов «Скомарошина» несколько десятков лет был едва ли не самым популярным коллективом в Ярославле и области. Но не все догадываются, что рождением своим этот коллектив обязан Ярославскому культурно-просветительному училищу. Мне директор тогдашнего училища, Лев Дмитрий Четверков, поручил создать два ансамбля к юбилею. Один — ансамбль народных инструментов из преподавателей, а другой — баянистов и аккордеонистов. Собрали мы группу довольно большую на народных инструментах, но постепенно там осталось четыре человека. Когда хорис появился, не сразу образовалось название, ведь название должно отражать как-то характер. И одна из первых пьес была «Гусляр с комаров» Сыганкова. Сколько лет я там работал, и потом после меня с этой пьесы мы всегда начинали. Он замечательный симфонический музыкант. Был концертмейстером ударной группы симфонического оркестра Ярославской филармонии на протяжении очень многих лет. То есть это самый главный музыкант вообще в группе ударных инструментов такого, в общем, прославленного оркестра. Я вспоминаю в первую очередь вот тот концерт, когда мы с ним вместе играли концерт Сергея Слонимского, который был написан специально для балалайки, для ложек и Большого симфонического оркестра. Это произведение называлось «Праздничная музыка». В этом проекте кому-то из музыкантов необходимо было солировать на деревянных ложках. Харис Идрисович заверил дирижера симфонического оркестра Виктора Барсова, что через два дня он освоит эту премудрость. И слово свое сдержал. Виктор Барсович, когда пришел к нам, он был типичный оркестрант симфонического оркестра. А не как приличные люди в этих смокингах, при бабочках, с такими серьезными лицами, что бы они ни делали. И во что он превратился впоследствии. Мы уже там ложки летели в зал, уже там драки на сцене у нас были музыкальные. Вера Николаевна Городовская нам какие-то свои произведения давала. Сначала просто то, что у нее есть. А потом вот Харис заказал себе. Ну, когда уже лицо образовалось, выбирали название уже, и как-то стало склоняться к скоморошине, я пошел в областную библиотеку, нашел какие-то источники о самом явлении скоморошества, о бельвинах скоморошествах. Скоморошины в хорошем смысле слова было всегда много. Благодаря сложившемуся тандему Владимира Агафонова и Хариса Абясова этот коллектив с удовольствием трудился и везде был востребован. Но Харис, как человек, истинно любящий барабанное искусство, не мог не создать в недрах симфонического коллектива еще одну творческую единицу – ансамбль ударных инструментов. Свою энергетику, возможно, брал Харис из имени, подаренного родителями. В переводе с древнеарабского языка обозначает оно «пахарь», «труженик». Именно таким и был всегда Харис Идрисович. «Пахал» из-за себя, из-за того парня. Музыкант, композитор, наставник, менеджер, продюсер, общественный деятель. Стоило только его ансамбль ударных инструментов выйти на сцену, и я прямо скажу, что это было очень зажигательно. Выступали умелые таланты во Бориснецке. И выдавали, я так скажу, на уровне хороших симфонических отецов. Молодцы! Это настолько памятно, настолько красиво. И здесь Харис был лидером. К концу 90-х течение культурной жизни заслуженно вынесла Хариса Абясова далеко за пределы Ярославля. И уже общероссийский поток, объединяющий носителей разных культур, подхватил и вовлек его в свой мощный многоциональный водоворот. Ассамблея народов России, возглавляемая Рамазаном Абдулатиповым, стала новым неформальным объединением, ставящим во главу угла дружбу народов. Ярославский музыкант одним из первых был принят в ее ряды, а затем и сам возглавил Ярославское региональное отделение этой общероссийской общественной организации. Заслужен артист России, душа любой компании, виртуоз, музыкант Абясов. Харис сразу пришел к месту, естественно, и он начал собирать вокруг себя людей, которые неравнодушны к проблемам национально-культурных организаций, диаспоральных организаций. В июне 1999 года Харис сумел ввести в региональную ассамблею первые 12 национально-культурных организаций Ярославской области. И все без раскачки сразу взялись за новую совместную работу. Из Хабарошина, это тоже такая визитная карточка была в начале нашего пути, Ассамблея народов России. Я тоже приезжал и играл в концертах. Мы выходили на сцену вот этой филармонии, и он уже одетый в русский национальный костюм, он перевоплощался, и его профессионализм, он сверкал на сцене уже в другом совершенно жанре. И я знаю, что когда мы даже играли какие-то джазовые, ну, у меня есть тоже джазовые миниатюры, вот, он великолепный джазовый удар. Ну, помимо всего прочего, человек очень высокой и человеческой культуры, и интеллигент настоящий, с ним всегда приятно разговаривать. И он очень деятельный, потому что я знаю, что он и в общественной жизни был очень активным. И я знаю, что и татарская община, так сказать, вот он был одним из руководителей Ярославской татарской общины. В министерстве формировали группу, потом и в Тюмень ездили. Мы ездили вместе в составе делегаций. То есть мы попали вот как бы в круг коллективов, которые ездили на такие фестивали. На БАМ. Ну, а там, знаете, как вот тут тебя увидели, там тебя увидели, и уже поступили какие-то предложения в зал России. И мы работали две недели в праздничных концертах, жили в гостинице России с видом на Кремль, и две недели работали. А по свету покатались, это отдельная история. Канаду проехали от Атлантического до Тихого и обратно по штатам. За большую проделанную работу по межнациональному согласию народов земли Ярославской многие члены Ассамблеи были отмечены почетными дипломами региональных и республиканских ведомств. А буквально через 4 года после создания нашли своих героев и более весомые награды. Большие бронзовые медали Ассамблеи народов России получили первые четверо ярославцев. Среди них был заслуженно награжден и Харис Абясов. Это бронзовая медаль, это награда Ассамблеи народов России. Харис был первым председателем Ярославского отделения. Это медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В 2005 году ее вручили Харису Идриковичу. И в 2005 году получил знак заслуги перед городом Ярославлем. А в 1997 году он получил звание заслуженного артиста России. И вот с тех пор он заслуженный артист. Горжусь! Жаль, что иногда в нашу жизнь, наполненную насущными заботами, красивыми звуками, красками, вторгается что-то мрачное и страшное. На порог дома приходит то, чего никто не предвидел, не ждал. Инсульт способен переломать все, изменить жизненные планы, нарушить семейный уклад, усадить в инвалидное кресло и еще многое другое. Но болезнь не всевластна. Она не может лишить человека главного – силы духа и любви близких людей. Харис очень эмоциональный человек. Путь не устан розами. Бывают разные черные, белые полосы, какие-то, может быть, не очень приятные моменты. Он же очень близко все принимает серму. Но случилось немножко, как говорится, в плане здоровья. Может быть, действительно, мы вот иногда, знаете, себя не жалеем. Это относится к людям, которые отдают себя работе и вот этой деятельности без остатка. Тяжелая болезнь наложила свой отпечаток на всю последующую жизнь Хариса Идрисовича. Трудности и проблемы, как снежный ком, навалились со всех сторон на еще вчера здорового человека. Жена Любовь Сергеевна плачем и горестем сразу поставила заслон. Самыми востребованными в их доме оказались забота, внимание, преданность и терпение. Всем сердцем она верила, что со временем теплая и ласковая Люба, Любонька, Любовь обязательно услышит снова. Он болел, как раз только заболел, и пролежал в восьмой больнице. Кочуре. А потом его договорили, что поедет в областную больницу в отделение неврологии к Кочуре, к Александру Николаевичу. Дай Бог ему здоровья. Это было 15 февраля 2005 года. С утра звонит какой-то батюшка из епархии. Я ему говорю, вы знаете, мы сейчас в больницу езжаем. Он говорит, вы знаете, это так здорово, что сегодня он едет, потому что сегодня встретение. И у вас после этого будет лучше. И действительно, до этого лежал Харис Идрисович у нас как бревно. А после этого в областной больнице подняли на ноги. Но в этот раз не только здравоохранение сработало отменно, но и сам Харис Идрисович, с детства не приученный пасовать перед трудностями, встал преградой на пути своей болезни. Не в его правилах быть сильно больным и тем более лежачим. Упорству, с каким он день за днем уходит от навалившегося недуга, могут позавидовать даже и многие здоровые. Считать не умею, писать тоже не умею. Но мы сражаемся как черты. Мы сражаемся быть в победе. Самое главное я. Ежедневные упражнения, прогулки по несколько раз в день, свежий воздух, советы врачей и неотступная забота близких постепенно создают положительную динамику восстановления мозговой деятельности и двигательных функций организма. 104 ступенки, два штуки, раз, два, раз, два, три раза в день. Хорошо? Тренировка. В бассейн схожу, в ферломонию вот туда-сюда. Каждый раз на концерт хожу. Два часа гуляю. Три километра туда и обратно. Дети и внуки, без преувеличения, частые гости в родительском доме. Их внимание, звонкие голоса, игры, детская непосредственность – все является для отца семейства бальзамом и лучшим лечебным средством. Да что? Да, жульничай! Да, не забывай, каждый. Алло, как дела? С Новым годом 20 штук, 3 грамма. С Новым годом поздравили, обязаны. Во-во-во-во. А все звонят. Мы звоним, и из мэрии звонят, и все друзья ему звонят, все поздравляют. Никто не забывает, и всех, с кем он работал, и дружил, и дружит до сих пор, много связей поддерживает. Так что мы все его хором любим. Очень-очень. Наш любимый дедушка, папа. Прошу к столу, господа. В гостеприимном доме обязанных умеют справлять и национальные татарские праздники, и русские, и даже православные. Раз, масленица. Положи же быть блины. Масленица, и, конечно, масленица. Я очень рада, что мы собрались все сегодня здесь. Масленица. Чтобы мы его видели чаще среди нас. Ну, а это, конечно, нужно действительно пожелать все-таки, чтобы было здоровье, чтобы были силы, были возможности быть с нами. Вообще, очень рада, что мы с Харисом живем вместе уже 45 лет. Очень счастливо живем. И я надеюсь, что наша жизнь будет продолжаться так же весело и хорошо. Благодаря еще нашим внучкам и детям. Ура. Масленица. Масленица. Присоединимся и мы к вышесказанному. Дай Бог этому дому полную чашу. Всем членам этой семьи здоровья и простого человеческого счастья. Быть вместе. А Харису Идрисовичу оставаться всегда рядом с любимыми. И по-прежнему жить с верой в самое сокровенное. В то, что непременно придет и сбудется. Ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанщик Други палочки все новые берет. Будет полдень хлопотливый и гремящий Звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик Барабаном вдоль по улице идёт. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик Барабаном вдоль по улице идёт. Крохот палочек То ближе он, то дальше Сквозь сумятицу и полочи туман Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик Вдоль по улице проносит барабан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова